Добрый день, дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Шмот». Имена, так и называется, вся вторая книга Торы, которую мы начинаем читать с этой главы, и начинается она с рассказа перечисления имен первой еврейской семьи, которая попадает в Египет в рабство. Но именно вот сейчас в этой главе и начинается настоящая летопись истории нашего народа, его становления, его становления в рабстве, в Египте, и там много деталей, много парадоксов, и мы обязательно поговорим об этом более детально, когда соберемся с Божьей помощью уже в отстроенном Иерусалиме за пасхальным столом. Но я хотел ваше внимание сегодня обратить на одну деталь, и я сразу процитирую, написано в нашей главе написано в нашей главе, что фараон заповедовал всех рожденных, ма новорожденных мальчиков топить в реках Нила. Но надо понять, что Нил для Египта, и вот это вот постановление фараона, это было не просто, так сказать, еще одно физическое наказание. Нет, Нил для Египта это было не просто река. Кроме того, что это была река, которая орошала всю египетскую землю, как известно Египет, это была сельскохозяйственная империя, вегетарианская империя, и каналы, которые отходились от Нила, орошали все земли, и это было источником, так сказать, пропитания для всего Египта. Кроме этого, Нил являлся гораздо большим для Египта, Нил наполнял в прямом смысле слова всю египетскую жизнь. Это было божеством, всеобъемлющим божеством для Египта. Ему строили храмы, памятники, ему подносили подарки, ему отдавали жизни наши, с вами жизни, они стучались в двери наших домов, они забирали наших детей и топили их в реках, в водах Нила, топили их в египетском мировоззрении, топили их в изгнании. Сегодня выход из Египта, он релевантен каждое мгновение, как и сказано, мы каждый должны видеть себя, как будто мы сегодня выходим из Египта заново это переживать, и не только идет речь о празднике Пейсах, каждый день. Так вот сегодня эта река, река Нил, она еще более полноводная, только сегодня это не просто вода, куда кидали наших детей. Сегодня это престижные школы, это кружки, это дорогостоящие университеты, институты, эти воды, это общественное мнение, государственный строй, пентхаус или загородные виллы, дорогая спортивная машина, компьютерные игры, в конце концов, средства массовой информации, идолы, селебрити, они точно так же стучатся к нам в дверь и входят в окно, они точно так же забирают наших детей в эти воды Нила, и не дай Бог, чтобы наши ребёнки, они прикладывают все усилия, а значит, что мы сами прикладываем все усилия, чтобы, не дай Бог, наш ребёнок узнал о том, что он еврей, о том, что наш ребёнок, он свободный человек, что он пришёл в этот мир, чтобы жить на свежем воздухе, а не под водами Нила, имея кучу дипломов у себя на стене в подводном офисе, вы скажете, так что, не давать детям образование, не учить их играть на скрипке или рисовать маслом на холсте, я бы был абсолютным лицемером, если бы я всё это отрицал, дам, господа, добро пожаловать ко мне домой, вы точно так же увидите пианино у меня в салоне и форму от карате в стирке после тренировки моих детей, но в книге Шмот, в главе Шмот, в этих главах, которые мы читаем о нашем рабстве, в Египте приводятся рассказы о наших праотцах, которые сопротивлялись водам Нила, которые защищали своих детей, рассказывается о еврейской маме, о идушей маме, которая положила своего ребёнка в защищённую корзину и в этой корзине пустила её плавать по водам Нила, именно по водам Нила, а не под воду, в защищённой корзине, и в этой корзине воды Нила вознесли этого ребёнка до самых вершин, вплоть до вершины горе Синаи, где он и получил Тору для нас. Дамы и господа, не обязательно топить себя, топить своих детей, есть варианты, почитайте нашу недельную главу книги Шмот, там они приводятся. Успехов вам, всего хорошего, до встречи, пока. Субтитры подогнал «Симон»